Откуда берутся мрази и почему их так много в правоохранительных органах? В правительстве не кадровый голод, это уже, да простите меня, какой-то голодомор. Разумку общего. Новый период украинской истории. Привет, друзья, главный дилетант страны на связи. Это новые дилетантизмы. Итак, сегодня о трагедии в Кагарлыке, о новой так называемой программе борьбы с коронакризисом правительства. Ну и о новой атаке на украинский язык. Итак, обо всем по порядку. Начнем с Кагарлыка. Гнусный, страшный, отвратительный, бесчеловечный поступок людей, которые работают в милиции, полиции. Людей, которые должны защищать нас с вами от именно таких насильников, убийц и так далее и тому подобное. Вы знаете, вот этот случай привел меня к одной мысли. Ведь реформа Министерства внутренних дел, в общем-то, провалена. Вы знаете, был очень один небольшой по продолжительности период, где-то в середине 2014 года, когда появилась новая патрульная полиция. Тогда, на удивление, из нашей жизни исчезло такое понятие, как мусора. Ну вот, прошло фактически 6 лет, и это понятие, я имею в виду мусора, четко опять зафиксировано в нашей жизни. Вы посмотрите, что происходит. Сплошь и рядом новые какие-то преступления, избиения, действия без рамок, законодательных ограничений и так далее. Случай в Кагарлыке – это только то, что всплыло на поверхность. Вы знаете, я вот задумался, откуда такие люди вообще берутся. Ну, вроде бы, человек ходил в школу, двое из них, из этих полицейских, по-моему, имеют семью, один еще имеет ребенка маленького. Вроде бы, абсолютно нормальные люди. Но вот что-то, когда они одевают форму, переклинивает, и они из людей становятся подонками. Очевидно, это одна из загадок того психологического изменения, которым людям с недалеким интеллектом дает власть. Отдельный разговор об журналистской этике. Газета «Комсомольская правда» в Украине опубликовала имя жертвы, которую насильники катували украинскую мову несколько часов. Заметьте, это был не разовый акт в течение нескольких часов. Конечно, она живет в пяти километрах от Кагарлыка. Да, известно, что в селах все друг про друга знают, но я не знаю, я не журналист, но по мне, а прилюдинного «ты». Имя, фамилия, отчество человека, который является жертвой, это верх непрофессионализма, верх жесточайшего маразма, который творится в голове и у журналиста, и у редактора «Комсомольской правды». Знаете, пусть это останется на их совести, хотя на самом деле в данной ситуации я бы на месте адвоката потерпевшей все-таки подал бы в суд и отсудил у «Комсомольской правды» в Украине все, только то, что возможно. Конечно, мы внимательно будем следить за делом, которое уже очень многие назвали делом кагарлыцких насильников. Дай Боже, чтобы не получилось так, что непосредственные убийцы и палачи вышли на свободу после длительного судебного разбирательства. Ну, в конце концов, сколько можно терпеть это? Ну и лишний вопрос к господину Авакову. А до колы, сколько можно? Ну и, как говорится, дальше к господину Зеленскому. Может, все-таки Аваков при всеми его политической лояльности к вам не на своем месте? Не думали об этом? Идем дальше. Так называемая программа правительства о борьбе с коронавирусным кризисом. Причем, заметьте, слово «программа» я упомянул только потому, что сам господин премьер ее так называет. На самом деле, тут вот некоторые депутаты пишут о том, что это всего лишь четыре листика таких вот лозунгов, подходов, ни одной цифры. Это ж до чего нужно иметь слабость, чтобы за уже второй месяц карантина не разработать программу? Ну, ребят, слушайте, ну вот реально это уже не какой-то кадровый голод, это голодомор кадровый, да простите меня за эти слова. Но это вообще никуда не годится. Так ждали, так анонсировали. Премьер заранее, чуть ли там не за неделю анонсировал, что вот мы представим новую программу и что мы поимели, а ничего. Ну, кстати, о некоторых подходах в этой программе я хотел бы сказать пару слов. Вы знаете, на лаптях, в лаптях далеко не убежишь. Что мы имеем по факту в том, что нам анонсировано уже? Несколько моментов. Ну, прежде всего, новая программа, скорее всего, пустышка. Потому что методы борьбы с новыми челленджами, это все методы из 20 века. Ну, вот смотрите сами. Так называемый здоровый экономический национализм, который премьер ставит чуть ли не во главу угла. Нормальный термин, абсолютно нормальный, но дело в том, что приоритет так званого украинского выработника впервые, вот это вот выражение, я услышал, наверное, еще при кучме премьере. Классно. Ну, вот смотрите такой момент. А если украинский товар оказывается в десятки раз менее эффективен, более энергозатратен и морально устаревший, мы что, все равно будем выбирать украинского производителя? Как же тогда это будет стимулировать украинские предприятия? Я вам отвечу, никак. Почему? Потому что на самом-то деле здоровый экономический национализм имеет в своей основе другое. Это инвестиции, прежде всего, в национальную промышленность, а не выбор национального выработника. Я лично от премьера вот этой вот тонкости, так называемой, не услышал. Идем дальше. Регуляторная гильотина. Супертермин. Красавец. То есть там можно этот термин, как самый красивый экономический, в 2020 году выбрать. Но что за ним стоит? Да ничего. С одной стороны, премьер говорит, что микробизнес нужно избавить от бухгалтеров. Да, конечно. Супер. Согласен на 101%. Но, друзья мои дорогие, это все я слышу. Где-то, наверное, со времен податкового Майдана. Но как только речь заходит о том, чтобы не снять один-два каких-то обязательных документика, которые должны подавать предприниматели, а провести действительно реальную реформу, вот тут-то мы упираемся в то, что наш главный фискальный орган и люди, которые его возглавляют, а значит и правительство, забывают, что налоговая должна выполнять минимум две функции. Первая это контрольная, вторая стимулирующая. И если про контрольную помнят все, то про стимулирующую, ну вот как бы уж не очень многие. Это все говорит о косности подходов к новым и украинским новым выклокам, которые стоят перед правительством. Далее премьер заявил о цели вхождения в топ-30 дуинт-бизнеса. О боги, сколько я про это слышу. Кстати, предыдущий премьер, по-моему, говорил про топ-10, ну теперь про топ-30. Но, вы знаете, такое впечатление, что вот этот самый дуинт-бизнес превратился в какую-то самоцель абсолютно для всех правительств в Украине. Ну, наверное, еще со времен где-то господина Ющенко. Я вот, допустим, отлично помню пространное интервью господина Арбузова, когда он уже стал премьером, о том, что страна должна в этом рейтинге подниматься. Но очень многие забывают, что там, по-моему, если не ошибаюсь, минимум 7 показателей, которые рассчитываются очень сложно. И само по себе продвижение в этом рейтинге – это только косвенное доказательство того, что бизнес становится вести легче. Но, друзья мои дорогие, давайте все-таки реально избавлять не только микро, но и малый бизнес от необходимости ведения абсолютно им ненужных бухгалтерских документов. Зачем, скажите мне, пожалуйста, сдавать пустые балансы, если предприятие не ведет деятельность? А если ты вовремя не сдашь, тебя штрафуют. Там пусть сумма незначительна, но тем не менее. В данном конкретном контексте я выступаю категорическим сторонником того, чтобы так называемая бухгалтерская отчетность шла вслед за управленческой отчетностью. Если на предприятии возникает необходимость ввести уже управленческий учет, то только после этого необходимо вводить бухгалтерский учет. И только после этого уже нужно ввести какие-то отношения, отчеты там сдавать, принимать письма постоянные, поправочные с налоговой администрацией. Еще одно резонуло. Премьер сказал, что над этой программой в четыре листика работало шесть секторальных и семь функциональных групп. Но по сути своей это очень хитрый ход. На самом деле, премьер Шмыгаль, этим количеством людей, работающих над программой, по сути как бы самоустраняется. По сути программа есть правительство, но не его личное. Знаете, загляните в учебники истории. Любая успешная программа имеет своего автора. Если бы мы услышали от премьера Шмыгаля. Я, премьер Шмыгаль, разработал программу, беру на себя полную ответственность. Вместо этого мы вот увидели вот такое, вот такое. Ну слушайте, очередной человек, который держится за свою должность. Как долго он будет на ней оставаться, ну я так думаю, что к второму пересмотру бюджета, а он неизбежно произойдет, ну может быть даже консулета, кресло под ним зашатается. Почему? Потому что подходить с методами 20 века к тому, что происходит сейчас, невозможно. Нереально. И, в общем-то, ведет в Тартарары не только его, с его-то должностью, но и нас всех. И последнее, очень коротко. Вы знаете, я убедился, что местные выборы в Украине будут в срок. Знаете почему? Последнее интервью господина Разумкова, который вдруг неожиданно ни с того ни с сего, вновь поднял вопрос об украинском языке. А в украинских реалиях, как только поднимается вопрос об языке, значит, чего? Сразу жди выбора. Вот казалось бы, ну неужели нужно это поднимать сейчас? Вроде бы все устаканилось. Все говорят на том языке, на котором они хотят. Я, например, по ряду обстоятельств общаюсь с вами на русском, но, тем не менее, это лишний раз подчеркивает свободу языковую. Но нет. Господину Разумкову нужно все-таки этот вопрос поднять на гора. Ну, элементарно объясняется. Электорат Юго-Востока, для них это вопрос болезненный, по непонятной мне причине. Хотя причина-то понятная, это русская пропаганда. На протяжении всех лет, начиная с независимости, получения Украины независимости. Мы можем констатировать новый период в украинской истории. Разумковщина. Вот теперь новый борец против украинского языка. Одно только могу ему посоветовать. Господин Разумков, текайте вид слух народу. Вот есть рядом с вами ОПЗЖ. Давайте к ним бегите. Там кум Путина, господин Рабинович и прочее, прочее, прочее. Вы там отлично впишетесь и займете свою нишу. Ну, что ж, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста. Скоро увидимся. Это были Деликатизмы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok